А вот в соседней России продолжается футбольный праздник. Кубок конфедерации выходит на финишную прямую. К радости фанатов Криштиану Роналду, их любимая Португалия прошла в полуфинал. А вот хозяева турнира, россияне, оказались не у дел. В группе А никаких сенсаций так и не произошло. Сборная Португалии, ведомая Роналду, вышла с первого места, одержав две победы и сведя матч с мексиканцами в ничью 1-1. С аналогичным результатом прошла этот этап и команда Мексики, которая в заключительном туре одарела хозяев поля россиян со счетом 2-1 и огорчила местных зрителей. Во второй группе также были ожидаемые победы. Команда Чили, ведомая Алексисом Санчесом и Артура Видалем, с одной викторией вышла в полуфинал. Вместе с ним до этой стадии прошли и чемпионы мира немцы. Бундестим за собой вел молодой талант Тима Вернер. Я так счастлив, что мне удалось забить два гола камерунцам. Отлично, что нам удалось завоевать первое место. И теперь мы можем остаться в Сочи. Здесь есть море и пляж. Можно немного передохнуть. Кстати, победа сборной Германии над командой Камеруна стала юбилейной сотой для наставника немцев Йоахима Лёва. Сотрудники отеля, где остановилась германская дружина, с радостью поздравили юбиляра. Теперь Кубок Конфедерации выходит на финишную прямую. Послезавтра, 28 июня, в Казани в игре между Португалией и Чили определится первый финалист. А 29 июня второго участника главного матча мы узнаем после игры Германии и Мексики. Нейль Бузунов Алма-Тимиртас. Ревью.